9 часов 44 минуты. Мы в городе Кутаиси. Поехали прогуляться по городу, по ботаническому саду. Посетить те немногие достопримечательности, которые есть в этом городе. Одна из них храм. В ботаническом саду есть маленькая церквушка расположенная в четырехсотлетнем дубе. Посмотрим ее. Вот сейчас мы приехали в центр города Кутаиси. Он небольшой. Основная достопримечательность центра – фонтан. Остальные достопримечательности здесь положены достаточно далеко. Самая ближайшая из них в 19 километрах – это пещера Провидея. Остальные расположены еще дальше. Веселенькие переходы тут с ромашками. В центре города расположен небольшой парк с фонтанами. Вот такая вот интересная здесь инсталляция. Я даже не знаю, что это памятник, арт-объект. Веселенькие переходы в 19 километрах. Воспитание 18 километров. Воспитание 19 километрах. Выходы здесь, чтобы они не заболевали. Продолжение следует. Воспитание 21 километрах. А на двух километрах. Все прошлое. дважды я обошла памятник но все-таки вот этот элемент инсталляции мне напоминает но по-моему она сюда вписано еще один сюрприз преподнес нас нам дом в котором мы сейчас живем оказывается раз в месяц там полностью выключают воду полностью это вообще что удивительно хозяин дома совершенно к этому постоянно не готов как я уже и говорила одной из достопримечательностей является фонтан с оленями с лошадьми и козами овцами вот такой вот интересный фонтан я так думаю что здесь собраны все символы грузии например вот этот человечек это тамадан который фигурка по-моему 16 века копия оригинал находится в тбилиси в музее площадь кутаиси торговые ряды торговые центры время без пяти десять и здание театра интересный конечно фонтан здание театра очень красивая центральные старые улочки кутаиси балкончики интересные формы малоэтажное строительство здесь у них двухэтажные домики еще одна из достопримечательностей города кутаиси вот мост и храм это вот река рионе рионе современное название да а древняя как называется а здесь по азербайджански означает красивый да да с цепей раньше здесь были только подвесные мосты потом мост реконструировали и в знак как символ оставили вот эти цепи на мосту и он теперь называется мост цепей древние картографы наводили границу между востоком и западом на эту речку древнегреческое название и фазис как фазан потому что дальше она становится более спокойной впадает черное море и в рощах где по ее берегам живут фазаны и вот древние европейцы впервые увидели фазанов именно на этой речке отсюда и название речки фазис красивая очень старый дом ступеньки единственная дорога к дому а мы идем в сторону храма тоже пешком очень знаменитая лестница да да она достаточно живописно смык храма успения бога божьей матери построен он был багратом третьим я знаменовал собою объединение грузии до этого не было единого понятия грузия были разные княжества два царства в грузии есть три храма которые носят символичный характер вот это вот один из них это храм символизирует объединение грузии и есть монастырь даже по моему отсюда можно потрясающий храм реставрированный был свое время взорван во время турецкой войны турками к сожалению исключен из списков наследия юнеско потому что реставрация нанесла достаточно большое ущерб ну как бы первоначальному виду храма расположен достаточно высоко панорама открывается а вот это вот развалины крепости да я так понимаю это есть не крепость старого храма а он был больше красивейший храм конечно сегодня праздник успение пресвятой богородицы храме много людей идёт богослужение а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данная реликвия говорит о том, что это действительно очень важный для Грузии храм Вот такая вот ткань натянута за стеклом Одна из реликвий Это вот святые мощи, ряда святых Теопли, Самуил, Георгий, Иоанн Златоуст, Николай Чудотворец Воистину великий храм Это реставрировано и нашли какие-то образцы других храмов Табури, которые все нашли, сохранились и находятся на территории Турции А вот это она в первоначальном виде, это колокольня, да? Да, колокольня, да, святого истого века Одиннадцатый век Церковь Святого Георгия, конец девятнадцатого века Потрясающие, конечно, пейзажи Вид на Кутаисе, на горы Южный горный массив Это главная Калхидская долина, которая начинается с моря и заканчивается Кутаисе Вот тут вот уже начинаются горы Кутаисе более трех тысяч лет Он входит в десятку самых древнейших городов мира Мы видим южный хребет Грузии, южные горы Сердцем Кутаисе был в свое время вот этот вот храм Мы стоим на остатках стены крепости, на территории которой стоял храм Потрясающий храм Один из символов, как я уже говорила, Грузии Построен католиками Православный храм построен католиками? Нет, не было католиками А, местный католический храм Да, местный католический храм Ну, потом их со временем не стало католиками А, местный католический храм справа у нас течет река и вот собственно сами это вот такие маленькие ворота в крепость маленькие ворота в крепость стены были отреставрированы вот это ворота крепость отреставрировали немного на территории находимся мы крепости зашли через ворота вот она старая еще одна древняя крепость и конечно достаточно большая территория было внутри вот этих вот стен оборонительных все кутаиси прятала здесь во время каких-то военных действий шестого столетия так 3 или 6 3 3 4 столетия стены и опять так же как и во владивостоке также как и вильнюсе я попала на свадьбу грузинская свадьба грузинское венчание красавица невеста жених свидетели потрясающей красоты конечно вот это вот у нас вдалеке русская церковь архангелов михаила гавриила и у собор построенный как католический собор впоследствии освященный как собор христианской церкви вот он поближе мы его наблюдали сверху один из древнейших ну единственный подъезд к храму был мощеные старые дома стоят тут извивается она серпантином и подымается к храму старый кутаиси потрясающе выглядит конечно духовный семинарий и и и и и и и и и Продолжение следует...